И так сегодня мы будем продолжать изучать Мишну, высказывание Раби Илеезера, сына Якова, который говорил, человек, сделавший одну митсву, приобретает защитника одного, совершающий грех, обретает обвинителя одного, и дальше вот то, что сказано, «Чува ума асим том вин, китрис ми пнея пуранут». Значит, «чува» – раскаяние, «има асим то вин» – добрые дела, защита от бед. И вот это вещь, которую мы должны попытаться понять. Что такое «чува»? В принципе, «чува» – это буквально «возвращение» или «ответ». «Чува» – объясняют наши святые книги – это возвращение к кому? К источнику, возвращение к Творцу. Потому что сказано так, что Творец сотворил человека прямым, а он пошел во все ухищрения. Поэтому, когда человек возвращается к Источнику, то есть к Творцу, это и называется «чува». Но мы знаем то, что написано в трактате Йома, то, что написано в законах о «чуве» у Рамбама, из каких этапов состоит «чува». Прежде всего, человек должен оставить грех. Дальше он должен произнести «ведуй» перед Творцом, произнести слова раскаяния. Не перед человеком, а перед Творцом. Дальше он должен принять на себя на будущее, что он не будет повторять этот грех. И Рамбам говорит, он цитирует «Талмуд», то, что сказано, что как можно знать, что человек действительно бальчува, это о нем свидетельствует тот, кто знает, что в сердце человек. Когда человек оказывается в той же ситуации, с тех же силами, и не делает нарушения из-за раскаяния, значит, он называется настоящий бальчува. Теперь, есть несколько уровней тшувы, раскаяния. Есть тшува из страха. Человек раскаивается из страха перед наказанием. Есть тшува из любви. То есть, он постигает величие Творца. И постигает, насколько он отдалился от Творца, когда он нарушает его волю. И из любви он раскаивается и возвращается к Творцу. Человек, который делает шуву и из страха перед Творцом объясняет в нашей книге, он боится за себя. Но при всем при том, раскаяние его принимается, и его нарушение считается как не злостное нарушение, а как жгага. Ошибка. Случайно. Теперь, тшува из любви сказано, что все его нарушения превращаются в заповедь. И это чудо, великое чудо, понять это очень трудно. И нам помогает учитель всего еврейского народа Рамхаль, Рабимуше Хаем Люцато, который объясняет в своей книге Миселат Ешарим, что Акиратор Ацион, то есть вырывание из сердца, желание делать нарушения, засчитывается Творцом, как вырывание этого действия из реальности. То есть этот человек, который сделал тшуву, он никогда не мог совершить то, что делал тот человек до тшувы, то раскаяние. И это, конечно, я хочу вам привести из трактата «Псахин», то, что написано. Учили мы в Барайте, это 54 лист, что семь вещей были сотворены в мире до сотворения мира. И какие же это вещи? Ну, мы знаем то, что написано в Святой Книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Значит, до мира была Тора. Вторая вещь, которая была сотворена в мире, это тшува раскаяния. Дальше говорится про Ган-Эден, место духовного, получение духовной награды в мире душ. Гееном – место духовного очищения. Ну, то, что, может быть, называют наказанием. Это называется гееном. Дальше. Кисе-Кавод – престол славы Творца. Храм Бет-Мигдаш, который на небесах. Тот храм, который построен в Иерусалиме, нижний в соответствии с тем, который на небесах. И, наконец-то, седьмой, без которого невозможен мир. Это сказано имя Машеха. Машеха. Имя Машеха. И вы понимаете, на этой веселой ноте у нас сразу запели мобильные телефоны, это показатель. Обычно в России было, если кто-то чихнул, так это на доброе, чтобы было. Потому что раньше сказано, человек чихал и тут же умирал. А сейчас мы говорим, лабриют на здоровье, чтобы от этого чиха ты жил, а не умер. Поэтому от телефона мой Раф, когда во время урока раздавался вот такой вот звонки мобильных телефонов, он говорит, это Макат Сфардейн. Это в Египте первый удар, это были удар лягушками. Так у нас в наше время и свои лягушки. Но мы это отвлеклись. Что я хотел вам показать? Что до сотворения мира Творец сотворил то, что называется Чува, Раскайни. И мне было очень интересно, вы знаете, что первый человек, Адам, он был первый Бальчува. Но у кого он научился? Он научился это у своего сына, у Каина. Вы знаете, в русский язык даже вошло. Раскайнье, корень слова Каин, потому что он первый, говорит перед Творцом, тяжек мой грех, я не могу его вынести. Он первый Бальчува, и он передал это, научил этому своего отца. И сказано, что Адам 130 лет находился в раскаянии о своем грехе, но не сумел вернуть мир в то состояние, в котором мир был до греха. И сказано про Адама, что он осуждает его Талмуд и говорит, он апикорис, до этого был по мнению Творца, а после этого по мнению Змея. Но 130 лет он раскаивался, пока не родился у него третий сын Шет. И от него уж та был построен мир. Но мир не вернулся в состоянии до греха. Теперь дальше. То, что доказательство истории, и это объясняет мораль из Праги, что ради Чувы сотворен мир. Рамбам говорит, нет, человек должен быть праведником. И Чува, ну это уж получилось так, упал. Ну так надо замазать раны, идти дальше. Но мораль из Праги говорит, в этом смысл мира. И одно из объяснений, то, что хотел Творец сотворил мир по мере суда, справедливости. Увидел, что мир не может существовать. Присоединил к нему меру милосердия. И что это такое? У Творца может быть ошибка. Что это значит по мере суда? То есть праведник живет только с желанием приблизиться к Творцу, исполнять его волю. Но наши мудрецы в трактате «Бароход» говорят, там, где стоят болеть шува, раскаившиеся, даже цельные праведники стоять не могут. Что это значит? Значит, они поднимаются на уровень выше, чем цельные праведники. И мы приводили пример, что когда человек должен исполнять заповедь, он прикладывает усилия и наполняет эту митцву желанием сердца, любовью к Творцу. Но можно ли сравнить митцву с нарушением? Нарушение он делает со всей страстью. Где такая страсть в исполнении заповеди? Только у самых больших праведников. Так когда он делает шуву, раскаивается из любви, вот это сочное, наполненное кровью нарушение превращается в митцву. И такой митцвы даже у цельного праведника, может быть, никогда в жизни и не было. Это известный разговор, что когда пришел к одному Рэби, молодой человек, Рэби его спрашивает, ну, чтобы найти что-то, скажи, ты субботу соблюдаешь? Он говорит, нет, Рэби, я не могу, я на футболе и так далее. Скажи, ну, ты ешь кошерный? Ну, как я могу, у меня же компания, и все. Ну, скажи, ну, ты учишь иногда тору? Ну, какой там футбол, друзья, семечки и так далее, и так далее? И тогда Рэби говорит ему, ты знаешь, это то, что написано в трактате Брахот. Когда ты раскаешься, ты будешь стоять на такой высоте, что я со своими моими заповедями и добрыми делами и тарой не смогу приблизиться к тебе. И тогда этот молодой человек сказал, Рэби, через год я приду к вам, я буду еще наполнен этими самыми, вы понимаете? То есть, очень действительно, если бы это не было в корне, в фундаменте мира, та вещь, без которой мир не может обойтись, а доказательство, что в Берешит 32 раза упоминается имя Элоким, то есть, это то, что Шулкан Арух в пятом параграфе объясняет, «Такив убаль яхолит убаль коля кухот кулан». Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил в мире. Это имя Элоким. Когда сотворен человек, появляется имя Авая, милосердный, Ашем Элоким, да, потому что для человека это необходимо. А где появляется только в первый раз имя Авая, там, где говорит Хава, что она приобрела человека, родила Каина. И когда творец обращается к Каину после его греха, после убийства Авеля, там только имя милосердный, Авая, четырехбуквенное имя Творца. И тогда отсюда и самой Тору мы видим, что ради чувы, раскаяния, сотворен мир. Так что говорит наш Тана? Он говорит, что чува, раскаяния и добрые дела, они как щит перед бедой. Задает вопрос морали Спраги, что это значит, что мы не видим, то, что написано в трактате Йома, что чува, она подвешивает, а страдания очищают. Это когда человек делает какое-то нарушение. Но что он говорит? А как же здесь сказано, что чува и добрые дела, они как щит перед бедой. И он говорит, то, что человек породил своим грехом, не только он бунтует перед Творцом, он еще породил нечистоту, которая есть в его сердце. И поэтому, чтобы снять эту нечистоту, это отдельный разговор, это то, что он сам породил, и этим он должен своим страданиям очистить. Но с внешней стороны на него не придет беда. Это то, что объясняет Тан. Теперь. То, что написано в Талмуде в нескольких местах. На самом деле, это то, что написано у пророка Ихискеля. Когда Творец обращается к пророку, приводит его в долину, наполненную костями, и спрашивает, сын человеческий, а живут ли кости эти? И отвечает пророк, милосердный, ты знаешь, только ты знаешь. И тогда говорит Творец, пророчествуй же о костях этих, и скажи им, кости сухие, иссохшие, которые как бы уже только дух, который остается еще внутри костей, это то, что оставшееся в них, да? Слушайте слово Творца. И это весь дом Израиля. И говорится, что соберутся кости с четырех концов. И дальше описывает пророк в 37 главе, как они покрываются плотью, покрываются кожей, жилами. И вот в этот момент Творец посылает в них дух, и они оживают, и они встают. Это пророчество про весь народ Израиля. Так вот, то, что мы сказали с вами, есть чува и страха, а есть чува, раскаяние из любви. И это то, что я хотел вам показать. Так как мы в месяце Адар, у нас второй Адар, в этом месяце у нас праздник Пурим, и потрясающая вещь, то, что сказано в Талмуде. Сказано в Талмуде, в конце трактата Таанид. Когда наступает Ав, уменьшает в радости. Когда наступает Адар, увеличивают в радость. И самое интересное, то, что я сегодня это узнал на уроке у Гаона, равмойши Шапира. То, что сказано, кто это говорит. Вот это интересно. Да. Кто это говорит. И сказано это так, что в другом месте Талмуда, в трактате Хулин, в трактате Хулин, говорится о четырех, где о них содержится намек в Торе. И кто эти четверо? То, что имеет отношение к Пуриму. Прежде всего, это Муше Рабейну. Ну, как вся тара это? И говорил Муше эти слова, говоря, и обратился к Творец, к Муше. Нет. В книге Берешит. Это книга Шмот. Там Шмот, дальше Ваекра, Бамидбар, Дворим. Это все Муше. Берешит. И отвечает Алмуд. Бешагам Убасар. Бешагам Числовое значение имени Муше. То есть, это говорится о потопе, о Нохе. В поколении Ноха уже был намек на Муше, потому что, если бы это поколение раскаялось, то это поколение получило бы Тору. Там уже был потенциальный Муше, и, наверное, это был Нох. Теперь, Мор Дыха из Торы откуда? И говорится, Мор Дахия начало из 11 благовонных веществ, которые входят в Питу Макторит, в оскурение благовонным. Первое из них это Мор Дахи, Мар Дахия, Маре Дахия. На арамейском Мор Дыхай. То есть, объясняет Гаон Извильна, тот, кто своей молитвой, а молитва сравнивается с благовонием, пробил все двери на небесах его молитва, его пост совершили то, что еврейский народ сделал джуу. Хорошо. Теперь Эстер из Торы откуда? Говорится так, Ва не Эстер Астир Панай Байом Агу, а я закрываю, закрою свое лицо в тот день. Так говорит Творец. То есть, в Талмуде, в трактате Мигела сказано, что ее имя было Адаса. Почему же она называется Эстер? И это Мигелат Эстер. Это то, что написано в наших святых книгах. Мигела корень слова легалот открыть. Эстер скрытая. Почему-то есть такой закон. Когда начинают читать Мигелат Эстер в синагоге, в общине, тогда этот свиток полностью раскручивают и складывают вот таким образом. Почему? Потому что на самом деле, если мы посмотрим за внешний конвой свитка Мигелат Эстер, какой-то дворцовый переворот, какой-то царь, Афахфан, который все переворачивал, убил одну царицу, взял другую, назначил первым министром одного, потом его повесили, назначил другого. Казалось бы, ряд внешних событий нормальная дворцовая хроника. Ни разу, сказали наши мудрецы, в свитке Мигелат Эстер не упоминается имя Творца. Но везде, где сказано Мелех, царь, говорится о царе всех царей. Где сказано царь Ахашвирож, это говорится о царе Ахашвирож. То есть имя Творца скрыто. Но когда мы смотрим, и это то, что объясняет Гаон из Вильна от начала до конца, как вскрытие лица, Творец всегда наблюдает и воздействует на еврейский народ. И поэтому написано Мигелат Эстер не как у других народов, что на них обрушивается гнев Творца. У нас только когда Творец готовит лекарства, потом он наносит удар. После того, как взята Эстер во дворец Ахашвирож и вознес царь Аммана Агаги потомка Амалека. Только когда есть уже лекарства. Но мы говорим с вами о четвертом человеке. Кто тот четвертый, который упоминается и спрашивает Талмуд из Торы откуда? Это Аман из Торы откуда? Откуда? И объясняет Талмуд. Аминаэц может быть из дерева, о котором я тебе сказал не есть и поел. Так обращается Творец к Адаму. Амин Аэц Аман. То есть там то, что мы знаем Аман потомок Амалека и то, что числовое значение слова Амалека это сафек сомнение охладить еврейский народ ослабить веру это роль Амалека. Так вот это Аман. Но как же что их связывает? Почему именно эти четыре человека? И это то, что объясняет Гаон Рамыш и Шапира. И это то, что написано в трактате Мигела. То, что Аман достиг такого уровня, потому что с неба был скреплен уже печатью приговор о том, что убить, уничтожить полностью этот народ. народ. И он только реализовал это зло в мире. Но почему? И это то, что Аман говорит. Ешно Амэхат. Почему не сказал он Еш Амэхат. Есть народ. Ешно объясняют наши мудрецы. Ешними на митвот. Спят от заповедей. Народ раздробленный, рассеянный между всеми народами. И не стоит царю держать их в мире. Кончилось. То есть дарование Торы кончилось. Когда он бросал пур, праздник, он нам подарил Аман, праздник Пурим. Потому что он бросал жребий. И когда он увидел, что выпал этот жребий на месяц Адар, обрадовался. Почему? Потому что умер Мушет. Но Талмуд продолжает. Но не знал тот злодей, что в месяц и в день, когда он умер, он родился. И здесь заключена великая тайна. Еврейский народ, когда они приняли то, что постановили для них Эстер и Мордехай, и жители Шуша набирают трое суток, день, ночь, день, ночь, день, ночь, постились, не ели, не пили. Потому что они получили удовольствие от пира того злодея. Тот пир, который устроил царя Хашвирош по поводу того, что закончились 70 лет и никакого возвращения евреев на свою землю не будет, не будет построен храм, он надел на себя одежды первого священника, вынул сосуды из храма и торжествовал на самом деле победу над евреями. Евреи участвовали в этом пире. Мордехай говорил им не участвовать. Они сказали невозможно, личное приглашение от царя пошли на пир, участвовали в нем и согрешили. Но кто это задает вопрос ученики Рабишимон Барьохаю? За что получили такой тяжелый приговор то поколение? Он спрашивает их, а вы скажите? И они отвечают за то, что получили удовольствие от пира того злодея? Отвечает им Рабишимон Барьохай, тогда они должны были быть уничтожены только жители Шошана. И комментаторы говорят 18500 участвующих в пире. Тогда они говорят ты скажи учитель. И он говорит за то, что в предыдущем поколении они поклонились золотому изображению Навохаданецера. Вашти, царица Вашти, она была внучкой Навохаданецера, который разрушил первый храм. Но ученики говорят, но ведь они поклонились только внешне. На самом деле это не было прямую идолопоклонство. И отвечает ему Рабишимон Барьохай, но ведь и приказ с неба был вынесен об уничтожении. Это был только внешний приказ. И что произошло с еврейским народом? Они приняли то, что постановили им мудрецы Мордыхай и Эстер и постились. А во всех 127 странах объясняет Гаон из Вильна, они постились Шини, Хамиши, Шини, понедельник, четверг, понедельник, но все были в посте. И объясняется, что специально Эстер зовет на пир с царем Амана. И объясняется 10 причин в Талмуде, почему она позвала, чтобы вызвать ревность у всех министров, чтобы царь подозревал, может быть задумал, что убить ее и его. Она готова была на это. Это то, что ей главное, чтобы евреи не думали, у нас есть там царица, она за нас скажет. Нет, она зовет Амана, она против нас. Так почему же Аман? Какое отношение к Торе он имеет? Это то, что говорят наши мудрецы в трактате Мигела. Сделало больше передачи этого перстня, который передал царя Хашвиро шаману, и он написал эти приказы об уничтожении всех евреев, сделало больше, чем сделали 55 пророков, которые были в еврейском народе. 48 пророков и 7 пророчиц. Потому что пророки приходили и говорили пламенные речи, пробуждая еврейский народ в тишуве. Аман своим постановлением сделал, что мы раскаялись. Но по-другому написано у Раши. Раши объясняет это в трактате Шаббат, где сказано про то, что мы расположились у горы. И сказал Рававдими Бархама Бархаса учит нас, что Творец подвесил над нами гору, как перевернутый чан, и сказал евреям, если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, здесь будут ваши могилы. Сказал Раваха Барьяков отсюда Мода Арабале Урайса. То есть если вызовут нас на суд, мы можем сказать нас насильно дали нам Тору. А Марова продолжает Рова и говорит, Афальпикен, несмотря на это, Адур Киблюа вернулись и получили заново в дни Акашвероша. Как сказано в Мигелат Эстер, Кимувы Киблюа Иудим. Исполнили то, что уже получили. И вот объясняет Раши. Что это значит заново получили Тору? Это слова Раши, золотые слова Раши. Ме Ахава Танес Шана Салаем из любви к чуду, который был для них сделан. Так какое чудо? То, что перевернулась чаша, то, что замышлял Аман, сделали ему, то, что его повесили, то, что назначили Мордыхая, то, что посланы были новые приказы, что евреи имеют право собираться и защищать себя от амалититян, от всех злодеев и врагов. Но когда же было это раскаяние? Из любви. Значит, что мы понимаем? Те три дня, когда они постились и когда Мордыхай на секунду не хотел прерывать пост и прерывать молитву, после того, как его провели по городу, дали самый большой почет, он снимает царские одежды, снимает эту, сходит с этого царского коня и надевает мешковину, посыпает голову пеплом, чтобы продолжать просить об изменении этого приговора. Так вот, тогда, эти три дня, когда евреи постились в Песах, вместо того, чтобы есть мацу и рассказывать своим сыновьям, они сидели за столом и говорили, мы предали выход из Египта, мы забыли о даровании Торы, поэтому сейчас мы постимся и не едим мацу и не пьем четыре бокала вина, как постановили мудрецы. И произошел переворот. И из любви к этому чуду, это скрытое чудо, то, что сделал с ними Творец, открылась более высокий источник жизни. Та же самая гора Синай. То, что мы тогда получили, как будто кончилось. Но благодаря тшуве, раскаянию, из любви мы заслужили новое дарование Торы, из более высокого источника. И тогда то, что мы открыли вскрытие лица Творца, это имеет отношение, и это сказано, что здесь было полное раскаяние и полное исправление. Тикун Гамур, то, что не сумел сделать Адам, то, что не сумел сделать Каин, то, что не сумели мы сделать, когда мы сделали золотого тельца, потом постились, просили и получили новые скрижали. Но полностью грех мы не очистили. А здесь, во времена Хашвироша, во времена Мордехаэстер, это был полный тикун, полное исправление. Намек на то исправление, которое произойдет вот-вот. Мы ждем этого момента, когда придет наш царь Машвех, и когда откроется источник мудрости, новый источник мудрости в тех же самых словах Торы, которые мы получили с горы Синай. Но открылось это в том раскаянии из любви, которое произошло там, в дни Мордехаэстер, из любви к этому чуду. Что мы открыли? Даже когда Творец скрывает свое лицо, он не оставляет нас. Потому что Аман требовал по праву. Этот народ не имеет права на существование. Забыли. Спят от Митцвот. Благодаря Аману мы получили новое дарование Торы. Мы получили четыре заповеди от мудрецов в праздник Пури. И мы получили Магеллат Истер. И учат наши мудрецы откуда, как, как можно добавить что-то к Торе. И говорят, что это когда мы пропели песню у моря, это мы вышли из рабства на свободу, во сколько раз больше, когда от смерти к жизни. Это то, что учит нас Магеллат Истер то раскаяние, та чува из любви, которую мы сделали тогда. Это открывает отверстие, это как бы маленькая щелочка, тот свет, который откроется, безграничный свет Торы, который откроется, когда раздастся стук в дверь, войдет наш царь Машех. И тогда это будет новое получение Торы, И это то, что мы молимся каждый день. Ува Гуэль Ле Пошей Ло В Ува Гуэль Ну, кто подскажет? Подскажи. Ува ли Цион Гуэль Ле Пошей Ну, и придет в Цион Избавитель Гуэль для возвратившихся из много раз повторенного греха. Пеша. Это вот то, что произойдет. И это тогда открытие, которое произошло тогда в сердце каждого еврея, когда они все объединились так же, как было перед рванием Туры. Как один человек с одним сердцем, так сейчас. Лех кносит коле иудим. Иди собери всех евреев. Когда мы собираемся, последнее, на что я хочу сказать, приводит Раби Шимон Бар-Йохай такой пример. Царь один взял два огромных корабля, связал их цепями, веревками, и на них построил огромный дворец. Все время, что корабли связаны, дворец функционер. Если они расходятся, дворец погружается в воду. Кто эти корабли? Это объединение еврейского народа, потому что через нас мы должны реализовать ту Туру, которую мы получили у горы Синай, и которую мы заново получили, благодаря Раву Аману и Макшмова Зихро. Пока мы еще не выпили, мы можем еще сказать Борух Мордыхай, Благословен Мордыхай, Вэарур Аман, и проклят Аман. А когда мы уже дойдем до того, что мы не сможем отличать, даже числовое значение не сможем вычислить, может кто-то в таком состоянии сказать Борух Аман, Арур Мордыхай, и тогда откроется, это так написано в Шулкана Рухе, пока он не сможет различить, вы понимаете, и тогда откроется, вы знаете то, что написано в Талмуде, что заслуга есть за дарование Торы у Амана, за новое получение Торы, потому что написано, что из потомков Амана учили Тору у раби Аки в из его потомков великие учителя еврейского народа, учителя, которые обучали Тинокот, и кто сказал вот эти слова про то, что когда наступает Ав, уменьшает радость, а когда наступает Адар, увеличивает радость, это внук того человека, который потом Акаман. Внук? Да, внук. Так вы понимаете, что это такое? Чтобы Баизра Таше мы имели отношение к этому новому дарованию Торы, которое открывается в эти дни радости. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. 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 А.